Здравствуйте! Сегодня мы посмотрим такой вопрос, чего вы не знаете. Чего вы не знаете? Первая позиция, вторая позиция, третья позиция, четвертая позиция, четыре позиции. Чего вы не знаете? Первая позиция. Вы, возможно, не знаете, что в вас кто-то влюблен. И, возможно, да, в вас кто-то влюблен очень сильно. И так сильно, что этому человеку он как-то перед выбором даже стоит. Он думает, что вот, надо сделать выбор, сделать или не сделать. И вот здесь кто-то в вас очень-очень влюблен. Вы этого не знаете. Видите, кто-то даже за вами подсматривает. Кто-то подсматривает, как вы работаете. Возможно, это человек с работы, тот, кто в вас влюблен. И он за вами подглядывает, подсматривает, когда вы работаете. Вы этому человеку очень нравитесь. Он хочет с вами сексуальных отношений. Это очень чувственный человек. Он к вам испытывает очень нежные такие эмоции, но он еще такой незрелый еще. Незрелый. Молодой какой-то, молодой мужчина. Да, возможно, это молодой мужчина, который влюблен. Спросилась, что же вам делать, да? В общем, выходит Паш Пентакли. То есть вы можете куда-нибудь с ним сходить. Возможно, он вас пригласит на свидание. Возможно, подарит подарочек. Будет оказывать вам знаки внимания. Да, вы его узнаете. Он проявится, он покажет себя. Вы пока не знаете, что он вас тайно влюблен. Но скоро узнаете. Что еще вы не знаете? Вы не знаете, что вы кого-то постоянно раните. Кому-то больно делаете. Какому-то сильному мужчине, который чувствует себя победителем. Но как будто с ним у вас ничего нет. И если были отношения, то они закончены. Вы уже их переросли, поэтому все там закончилось. Вы ему приносите очень много боли. Почему-то так. Но он за вами продолжает следить. И он не знает, почему к вам он так привязан. Почему его тянет к вам, он не знает. В общем, здесь вот так вот получается двое мужчин. В общем, у вас есть поклонники влюбленные. То есть тут у вас, возможно, если у девушки, то несколько даже парней влюблены. И у мужчины тоже здесь девушки. Что вы не знаете? Сейчас вторая позиция. Ну, вы не знаете, как дальше будет развиваться ситуация. У вас сейчас как-то все в подвешенном состоянии. Ничего не движется. Вот вы не знаете, что дальше делать, как быть. Ваши страхи, они мешают вам наслаждаться жизнью. Вы скоро встретите какого-то мужчину. Это будет судьбоносная встреча. Вы его не пропустите. И как будто вы его ждали. Как будто вы его ждали. И это как бы должно было произойти. По судьбе вам так как бы встретиться. Что-то такое вот. По вашим заслугам какой-то мужчина придет. О, и с ним вы вообще можете создать новое. Какие-то новые отношения. С чувствами к вам придет. Тут вообще очень-очень чувства будут переполнять его. Но вы как-то что тут? Вы будете бояться. Вы почему-то будете бояться. Вы будете открыть чувства. Он с чувствами придет. Как будто дверь закрыта перед вами. Тут по страшному суду каждый получает по своим заслугам. Видите, вам предлагают, а вы отказываетесь. Мужчина придет, а вы нет, нет. Вы отказываетесь от него. Почему вы отказываетесь? Ну, потому что вы хотите какого-то, возможно, определенного мужчину. Вы ждете. Ну, а вы мечтаете о ком-то. Вы о ком-то мечтаете, о каком-то определенном мужчине. А вот придет другой такой весь хороший, и он вам не нужен. А вам нужно принять другого мужчину. Вам нужно с ним общаться. Он вам принесет только положительные эмоции. Не закрывайтесь. Не держите все так в подвешенном состоянии. Он вам принесет положительные эмоции. Серьезный мужчина. И с ним может получиться хорошее, приятное отношение. Начало отношений. Дальше непонятно пока еще. Но начало отношений могут быть. Сейчас все в подвешенном состоянии. Вообще ничего не движется у вас. Вот. Будет какой-то новый мужчина, и все поменяется. Третья позиция. Что сейчас у вас происходит, чего вы не знаете. Ну, здесь домашняя стабильность, радости всякие, домашние хлопоты. Ну, это как бы вы, наверное, должны знать. Потому что как вы этого не знаете. Ну, может быть, вы не знаете то, что в вашей семье все хорошо. Все довольны. Вот. Здесь почему-то какое-то движение вперед закрыто. То есть, возможно, у вас были какие-то планы наперед, очень хорошие. Но почему-то вы не можете их никак решить. Что-то не получается. Вам нужно, видите, открыть эту дверь. А, какие-то знания получить еще. Потому что дверь закрыта. Вам как-то тяжело куда-то пойти, куда вы хотели. Где вам будет хорошо. Почему-то дверь закрыта. Потому что вы переросли ситуацию, возможно. Возможно, вам надо налаживать отношения на работе. Сотрудничать, научиться сотрудничать. Здесь какая-то... Какая-то влюбленность, возможно. Какая-то женщина. Что это за женщина? Которая закрыта. И которая скоро сделает подарок. Да, подарок будет. Двойной даже будет подарок. Возможно, человек придет, а возможно, кто-то еще поможет. Вас сейчас волнует какие-то множество вариантов. И вы, кстати, можете решить любой вариант. Любой вариант можете взять и... Так, за все что угодно хвататься. А вы что, все обрубить хотите или нет? Эту иллюзию насчет какого-то мужчины. Не пробиться. На что вам нужно обратить внимание? Тут надо обратить внимание на семью, на детей. Обратите внимание на детей. Не поддавайтесь обманам. Манипуляции. Будьте внимательны. Вы еще не знаете, что ваши страхи скоро закончатся. И то, чего вы не знаете, вы все узнаете. Вы захотите... Смотрите, что-то новое к вам захочет прийти, но вы будете отказываться от этой возможности. Какая-то новая возможность. Вы почему-то будете чего-то другого ждать. Ждать подвоха какого-то. Что вам нужно сделать? Вам нужно идти вперед и не бояться. Вам нужно, видите, идти вперед, аж даже дверь проломить. Если закрыто, то открыть. И все будет хорошо здесь. Вам даже кто-то может помочь. Кстати, да. Кто-то даже может помочь. Так что у вас все хорошо. Четвертая позиция. Чего вы не знаете? Вы не знаете. А, что-то здесь связано с мечтой. Возможно, десятка мечей. Здесь какая-то боль. Насчет работы. Что-то насчет работы. Здесь что-то связанное с мечтой. Вы не знаете, как прийти к своей мечте. Как-то вы не знаете, как до нее добраться. У вас закончился какой-то тяжелый период. Возможно, вы ушли с работы. И сейчас вы не знаете, что делать. Возможно, предложение по работе, которое вы решаете, брать или не брать. Да, тут возможен уход с работы. Куда-то в новое. То есть резко что-то произошло, возможно. Вы хотите семейные отношения. Вы хотите стабильности. Хотите общения. Да, тут что-то связано с родителями, кстати. А что-то с мамой связано. Возможно, вам нужно навестить маму. Вам нужно перестать ждать. Что вам еще нужно знать там? Чего вы не знаете? Вам нужно перестать ждать. Потому что вы ждете. Вы ждете какой-то стабильности. Вы ждете какого-то мужчину, который принесет вам стабильности. Но сами вы закрываетесь. И вы не готовы встретить мужчину. То, что по интернету, это не в счет. Это ерунда какая-то. Вы грустите. Вам не надо грустить. Вот это вот. Ну, как бы. Вам нужно развиваться. Вам нужно себя развивать. Вам нужно кайфовать от себя просто. Получать знания. Вам нужно смотреть вперед. Впереди у вас открыты возможности. У вас открываются вообще классные возможности. Где вы будете сильной личностью. Где перед вами открываются просто двери. Впереди открываются. Да. Туда попозже просто. Потому что вы не знаете, как пойти к своей мечте. Вы тут много чего думаете. То, что у вас тут закончилось что-то очень так тяжелое. Вы не знаете. Возможно, вы ушли с работы. Но как идти к мечте. Вы не знаете. Но потом откроются двери. Появятся возможности. И вы пойдете, войдете в эти двери. И у вас просто, если насчет работы. То вам будет очень нравиться ваша работа. И вы будете нормально, хорошо получать. Вы будете вообще довольны тем, чем вы занимаетесь. Как вы работаете. Вам будет очень нравиться. Но насчет мечты у вас все-таки страхи. У вас страхи, что вы можете не заработать деньги. Что двери все-таки будут закрыты. И что судьба вам не улыбнется. Ну как же так. Вы будете просто. Не надо бояться. Что же вам делать-то нужно. Вам нужно обрести внутреннее равновесие. Вы не переживайте. Двери перед вами откроются нужные. И тогда, когда вы будете готовы. Вы сможете идти вперед. Но при этом вам нужно перестать бояться. Вы не думайте, что вы не заработаете денег. Сколько вы хотите. Что дверь закроется когда-то. Что карантин начнется и вас уволят. Или еще что-то. Нет, не бойтесь. Потому что вы этим разрушаете эту всю удачу. Вы думаете, что ничего не будет. А вы должны обрести внутреннее спокойствие и равновесие. Когда вы будете уверены в себе внутренне. Тогда вам придут блага. Но вы почему-то опять отказываетесь. Но все равно блага к вам будут приходить подарки. Извините, батарейка села. Продолжим. Блага к вам будут приходить подарки. Там вот эти все знаки. Вы все увидите. Поэтому вы все-таки этим воспользуйтесь. И вы выйдете победителем. Вы это увидите наконец-то. Так что тут будет тоже все хорошо. К своей цели вы будете победителем. К своей мечте все-таки вы дойдете. Будете ближе. Так что ничего не бойтесь. Главное настрой. Спасибо, что вы посмотрели. Подписывайтесь на канал. Желаю вам всем удачи. Чтобы у вас сбывались все ваши мечты, желания. Чтобы в вашей жизни была любовь, достаток. Взаимопонимание. Хорошие друзья. Всем спасибо. Пока.